МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Американский журналист, романист и поэт Кристофер Морли в свое время сказал «Жизнь, как чужой язык, все говорят с акцентом». Вот и в политике нет, и разглядишь нечто похожее. Вроде все говорят об одном, только акценты разные. Будем разбираться. С нашим гостем у нас в студии директора Института дипломатических политических исследований и вопросов безопасности экс-вице-министра иностранных дел Молдова Валерия Сталиб. Здравствуйте! Добрый вечер! Помните древнекитайское выражение «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Мне кажется, что в сегодняшней Молдове практически каждый говорит о жажде перемен, о том, что хотелось бы перемен. Пусть уже эта эпоха состоится или эпоха новых перемен произойдет. Это вот сказывается и на том, кого сегодня поддерживает массовый избиратель. Мы видим результаты и президентских выборов, и предыдущих парламентских. И вот есть ли у вас ощущение ветра перемен в сегодняшней политике Молдовы? К сожалению, то, что происходит в нашей стране, позволяет сказать, что мы можем придумать еще более ужасное проклятие. Не дай вам Бог жить в современной Молдове. В эпоху перемен. Это реальное тесное выживание. Я, несмотря на то, что большой оптимист по жизни, я реально ощущаю, что с каждым днем все эти правила, весь этот хаос, который устанавливается, он реально делает невыносимой жизни. Я прекрасно понимаю большинство людей, которые не совсем видят выход, и как дальше жить, потому что отсутствует система управления государством. Та деградация, которая наблюдалась последние 7-8 лет, она сейчас заходит в свой апогей тем, что ощущается полное непонимание функционирования института в государстве. Я бы искренне не хотел говорить эти слова, но я вынужден сказать, что система защиты интересов граждан, ее не существует. Если у тебя, не дай Бог, сегодня случилась какая-то проблема, но у тебя нет шансов защитить свои интересы в суде. Справедливо, с тем, чтобы была установлена истина, с тем, чтобы были приняты во внимание все мнения. Этого просто нет. И система сделана в судах таким образом, что вот есть первая инстанция, потом апелляционная палата, высшая судебная палата. Ты прошел эти все три этапа, и все, они никого не боятся. Дальше иди обращайся, как они говорят, в европейский суд, где нас ждут по 6-7-8 лет, когда многие из них выйдут на пенсию и так далее. Я почему затронул эту систему? Это краеугольный камень существования государства. Если по отношению к тебе могут быть предприняты действия, которые нарушают твою частную собственность, твою личную жизнь, твое существование, ты должен иметь возможность каким-то образом себя защитить. У нас этой возможности нет. И это я говорю об уровне межличностных отношений, экономических. Когда речь идет о защите интересов, сейчас я говорю в кавычках, государства, так тут вообще конь не валялся. Потому что кто у нас реагирует на защиту, вот я серьезно говорю, на защиту интересов государства? Прокуратура, может быть, она как-то реагирует на то, что происходит с нашим городом? Хотя, между прочим, у нас есть не только генеральная прокуратура, есть даже муниципальная прокуратура отдельно. Есть районные прокуратуры. Есть районные прокуратуры. Сказать, то есть класс чиновников. Все, что вытворяет этот индивид на глазах у всех, это не требует юридического образования. Но хорошо, чем занимаются все эти прокуроры тогда? Где государственный интерес? Или то, что происходило за последние 25 лет, не только за последние 7-8, а за 25 лет с государственной собственностью. Например, с нашей собственностью, которая была за рубежом. У нас же после Советского Союза куча санаториев, куча разных объектов, которые стоят приличные деньги. Куда они все подевались? Где все те заводы? Где здесь военно-промышленный комплекс? Где тот компьютерный завод? И многие-многие другие. Вот когда все это происходило, где были государственные структуры? Так это когда-то было. А сегодня я не знаю практически государственного учреждения, которое бы функционировало и на которое можно было бы надеяться. И я так долго отвечаю на ваш вопрос. Ветер перемен-то ощущается совершенно в другом смысле. Это называется смерч, который просто все уничтожает. И люди оставлены, каждый сам по себе. Выживай как можешь. То есть коллективного какого-то понимания. Общество, государство. Да, есть проблемы сегодня, но мы идем к этому. Или туда, или мы строим это. Этого не существует. И политики настолько дошли до маразма в своей демагогии, что они уже путаются. Они говорят, следующее предложение противоречит предыдущему, и их это не смущает. Когда нас пытаются в чем-то убеждать, вот лозунги послушать этих политиков, этих депутатов, которых уже вообще невозможно понять, кого они представляют, какие у них лозунги, что они строят, на основе чего принимаются законы. И они даже не стесняются вот в этих противоречиях. Многие из них во власти молчу про те, кто последние 7 лет. Есть депутаты, вот идут уже на третий год. Спросите, ребят, вот три года мандата, можно назвать одну вещь, которую вы создали? Вот, например, не было садика, и он появился. Не было школы, и она появилась. Не было 20 километров дорог, и они появились. Но ничего же не делается, вообще ничего. Не то, что делается оно плохо, делается оно мало, но просто ничего не делается. Все, чем они заняты, это просто последняя распродажа, как я недавно пошутил, танцуют все, государственной собственности, которая была создана нашими родителями, дедами во время Советского Союза. Все. Ну и смотрите, 25 лет назад, я так понимаю, что вот образно говоря, народ Молдовы делегировал полномочия по формированию нового демократического государства, ну, первому парламенту, и то есть делегировал неким демократическим институтом формирования власти. Если раньше, например, в советское время все эти, будем говорить, все эти механизмы были делегированы куда-то в центр, Москва, там Госплан, потом Верховный Совет народных депутатов, ну, строилось огромное большое государство, то сегодня вот на постсоветском пространстве все эти осколки советского государства вначале, как мне кажется, делегировали это все демократическим, новым демократическим институтом. Сегодня, по истечению этих 25 лет, кому, на ваш взгляд, Молдова, народ Молдова вынужден делегировать, кто сегодня может стать или что может стать государствообразующим элементом в Молдове, на ваш взгляд? Очень важный вопрос. Система выстроена, политическая система выстроена сегодня таким образом и выстроена на группой лиц, очень незначительной по своему количеству, и я говорю о тех депутатах, которые есть в парламенте, потому что они поднимают руку. Если бы они не поднимали руку, то ничего бы не происходило. Может быть, группа лиц в правительстве принимала бы какие-то решения, но политическая система сегодня зыждется на тех законах, которые принимает парламент и сбоку страхует Конституционный суд, который у нас уже несколько лет является дополнением к парламенту, то есть он не интерпретирует, а генерирует законы, и мы это все прекрасно знаем. Вот эта группа лиц, она делает и создает законы, принципы существования в полном отрыве от того, что называется народом. Почему? Потому что, во-первых, непонятно, кого они сегодня представляют. Например, бывшие либерал-демократы, которые сегодня стали демократами. Они кого представляют? Ну, переидентификация произошла какая-то. Бывшие коммунисты, которые сегодня стали демократами. Нет, стали социал-демократами, извиняюсь, на каком-то этапе, а потом стали демократами. На пресс-конференции было сказано, что это эволюция. Я не против. Мой вопрос. Вы кого представляете? Коммунистический электорат, социал-демократический или демократов? И как то, что вы сегодня делаете, согласуется? Еще один вопрос. А чем вы отличаетесь? Электорат коммунистов, в кавычках, социал-демократов и демократов, они чем отличаются? А самое главное, результаты какие? За что вы голосуете? А голосуете вы за повышение штрафов, за повышение налогов, за повышение тарифов? Ну, то, чего ждет молдавский народ. То есть, собственно, я хотел сказать, то, о чем вы обещали, когда шли к людям, и неважно, к какому электорату, вы приходили и говорили, выберите меня, потому что я вам повышу штрафы, они будут покруче, чем в Германии, повышу вам тарифы, чтобы они были точно такими же. Сделали все, чтобы жизнь была сложнее? Абсолютно. И теперь я исполняю свои обещания. Поэтому, вот эта группа лиц определяет, но они же не делают ничего из того, что мы видим, в соответствии с интересами людей. Вот спросите любого, вне зависимости от интересов, справа, слева, им нравится? Я думаю, 100%, не 99% я, 100% мне не нравится. Тогда вы в чьих интересах работаете? На ваш взгляд, раз уже затронули состояние сегодняшней политической системы в Молдове, противостояние президента и власти в лице руководства парламента и правительства. На ваш взгляд, что сегодня представляет вот эта ось противостояния? Ну, на политическом поле сегодня есть две силы, я хотел сказать мощные, но потом себя остановил, потому что в принципе есть две силы. я других не вижу. Есть социалисты, есть демократы. Демократы владеют большинством рычагов власти. У социалистов, пусть и неформально, но мы все понимаем прекрасно, что есть политическая поддержка в виде президента и наоборот, естественно, мы это все прекрасно понимаем. Эти две силы готовятся к следующим выборам. Вряд ли у демократов есть какой-то план, каким образом за год, который остался до выборов, улучшить показатели в стране. Да, они систематически, премьер-министр рассказывает о каких-то успехах, которые я никак что-то не увижу, нигде. Потому что рекомендации людям, которые за это отвечают. Вы бы перестали писать эти тексты занудные, которые никто не понимает, а просто покажите то, о чем мы сегодня говорили в начале передачи. Но это мы все воспринимаем. Вот просто приехать на один километр новой дороги и сказать, вот это мы сделали. Показать не на бумаге, сказать, мы создали 500 новых рабочих мест. И вот молодежь из этих сел, из Кишинева, неважно, вот вы в 20 лет уже не думаете, куда смотаться с иностранным паспортом, а вот есть место, которое мы о вас позаботились, и вы можете работать и думать о вашей жизни здесь. Школу открыли, поликлинику, ну что-то. Вот придите, покажите, мы все, я первый, если меня пригласите, скажу, что горжусь, вот вижу. Но почему-то мы видим совершенно другое. Миллиард и другие разные вещи. Поэтому у демократов очень сложная задача. Власть, конечно, сегодня в их руках, и это очень приятно, с одной точки зрения, для них. А с другой, они понимают, что до выборов показать-то мало по факту будет что. Социалисты, наоборот. мы говорим сейчас не о Додоне, а мы говорим о двух политических силах. У них есть инструмент президентуры, но особых возможностей сейчас влиять на другие процессы нет. И наоборот, они, соответственно, готовятся после следующих выборов, я убежден, это абсолютно нормально, они готовятся взять как можно больше голосов и перенять реальные рычаги власти. Вот эти две силы, я не могу угадывать, какую тактику они изберут. Это и не сложно, но и не просто одновременно, потому что есть два варианта. Либо было бы вое столкновение, и оно проблематично для обеих сил, либо то, что мы наблюдаем сейчас, такое элегантное сожительство, потому что, в политическом смысле слова, потому что они вынуждены учитывать и силу друг друга, демократы прекрасно осознают и то, что время играет против них, потому что социалисты даже могут особо многое не делать, власть сама делает все, чтобы вырубить под собой всю опору. И существует реальный риск для власти, что левый фланг у нас традиционно самый популярный, и для демократов это большая проблема. Какую тактику они изберут борьбы или дальнейшего сосуществования друг с другом, еще раз повторюсь, я постоянно об этом думаю, но мне сложно сказать. Атаковать друг друга в виде лобовой формулы это проблематично. Это закончится и для них плохо, для обеих сил, да и для Молдавии ничего хорошего. Находиться в таком замерзшем состоянии, так сказать, иногда редкая критика, иногда едкие замечания, тоже особо не дает, потому что большинство людей прекрасно, мы с вами не рассказываем здесь никаких секретов, это все всем очевидно и все видят. И тоже ожидания разные, но то, что будет расти градус эмоций, чем ближе к выборам, тем больше между сторонниками этих партий и в принципе во время выборов, мы увидим, конечно же, с вами после июня, когда будет обсуждаться в Венецианской комиссии вопрос по изменению нашей избирательной системы. Это будет в июне, и посмотрим на рекомендации, хотя несложно догадаться, что это будет довольно нейтрально, хотя, видите, партия власти очень сильно старается убедить нас, не только нас, но и зарубежных, коллег в том, что существует консенсус в стране, по мне, так далеко не так. Думаю, что Венецианская комиссия выразится нейтрально, что хотелось бы, что нужно вот это, но то есть они не будут категоричны. Вот как поступят уже демократы, я думаю, что у них достаточно будет голосов для того, чтобы принять органическим законом, простым большинством, изменение этой системы. У них не хватает конституционного большинства для императивного мандата, тут я не знаю, что они собираются делать. Это явно не в интересах социалистов, которые большой потенциал, которые вкладывали очень много, которые популярны, еще есть потенциал роста. Это не в их интересах. Как они поступят, если демократическая партия большинством голосов изменят такие, не берусь судить. Как остальные партии, внепарламентские, тоже мне сложно. Дело в том, что партии справа умудрились не только себя полностью дискредитировать, но они дискредитировали в принципе идею протеста, потому что люди не верят им. И я тоже мало верю, что это будет во всяком случае до выборов, иметь место какие-то массовые протесты или что-то в этом роде. Я просто этого не вижу. Но краеугольным камнем отношений между этими двумя силами вот будет этот закон. Потому что интерес социалистов, конечно, хотя бы частично сохранить. Это может быть, например, смешанная система. На это я думаю, что социалисты теоретически могут пойти. Это будет в их интересах. Одномандатно, исключительно, не в их интересах. И я думаю, что почему я детально это все обсуждаю, что все будут ждать решения или рекомендации, это не решение венецианской комиссии, которая будет в июне, видите, прямо на лето. А вот осенью мы с вами уже станем свидетелями ответа на главный вопрос. Вот как будет дальше? Я думаю, что отчасти вы имеете в виду, наверное, и консультативный референдум, который будет тоже проходить осенью. Все вместе. И вот когда из инициативы главы государства он предложил рассмотреть возможность о снятии коллективной ответственности за украденный миллиард, о том, чтобы расширить полномочия президента, сократить количество депутатов, насколько я помню, и заменить, то есть, или ввести, точнее, в образовательную систему такой предмет, как история Молдовы. Ваша оценка, как вы думаете, что посоветует народ? Ведь, получается, консультируемся с народом. Ну, видите, реакция власти какая сразу была отрицательная, что, мол, нет денег, что это совершенно необязательно, что лучше они повысят пенсии. Вы бы... Пенсии... Вам никто не мешает и сейчас их повышать. В принципе, причем 10 раз. Вы не хотите прислушиваться, будут референдумы. Я не знаю, с точки зрения закона, насколько я понимаю, правительство обязано провести их, но у нас закон не писан. Пусть каждый интерпретирует, как хочет этот поговорок. Есть такая русская поговорка. Закон как пришло, куда повернулся. Но я другую имел в виду, кому он не писан, но это каждый пусть додумает. Дело в том, что если, насколько я понял, президент будет настаивать на проведении, если они не найдут финансовые ресурсы, я цитирую еще раз, я понял, что президент собирается все-таки на финансовые ресурсы обеспечить для этого проведения. Как он это сделать, я не знаю. Если эти референдумы состоятся, я, конечно же, убежден, что как минимум на три вопроса будет массовая поддержка, если не сказать абсолютно. У меня лично вопросы вызывают только то, что касается уменьшения количества депутатов. Вот это я говорю отдельно. Мне неизвестно, и у меня лично есть тоже вопросы к этому предмету. Имея в виду вот этих перебежчиков, с одной стороны в другую, в третью и так далее, и мы все понимаем, что это не из-за политических убеждений, то я бы этот вопрос все-таки стал бы дополнительно обсуждать, посмотреть, не является ли большее количество депутатом более сложной процедурой для тех, кто собирается таким образом заниматься политикой. но это вопрос политической тактики. А что касается истории Молдовы, что касается миллиарда и расширения полномочий президента, я думаю, что это будет большинство за, это понятно. Люди избирали президента прямым голосованием не для того, чтобы давайте ограничивать его, как раз запросы были совершенно на другое, поэтому это логично. По поводу миллиарда, будет двое против, наверное, людей в этой стране. А все остальное мы все прекрасно понимаем, что эти референдумы будут своеобразной черной меткой власти, которой они хотят прислушиваться. И пусть консультативно, как многие говорят, зачем их проводить, но если вы иначе не хотите слышать, ну вот есть форма, как заставить прямая демократия в наших общих интересах, чтобы вы настраивались на то, что говорит народ. Поэтому для меня пока вопрос, как это состоится, а если состоится, то поддержка неминуема. И то, этот вопрос, четвертый, который я поднял, это я свое мнение высказал, а то, что большинство естественно людей скажут, что конечно нужно уменьшать, то я убежден, что так и будет. Ну, в общем-то, количество депутатов в стране, оно как-то воспринимается таким определенным временем, знаете, содержим в себе законодатель. просто у меня вопрос, там будет довольно много изменений, да, теперь законы значит 50 плюс 1, тогда сколько будет, 35 или 34, и меньшим количеством депутатов, на мой взгляд, в наших условиях легче манипулировать, например. У меня лично есть вопросы в силу того, в каком состоянии находится наш политический класс, вот, а с Луны другие не прилетят. И зная их почерки и повадки, вот я уже сейчас заранее как-то сомневаюсь в том, что мы можем надеяться на их порядочность. Именно поэтому большее количество создает дополнительно проблемы. Хотя то, что я говорю тоже, насколько это рационально, даже с материальной точки зрения, это нужно обсуждать. А то, что большинство людей, конечно же, проголосуют за то, чтобы количество было меньше, я в этом не сомневаюсь. Молдавская столица неделю назад принимала в себя довольно внушительный форум Евразийского экономического союза. Был подписан меморандум президентом Молдовы Игорем Дадоном и председателем Евразийской экономической комиссии Тиграном Серкисяном коммеморандум о сотрудничестве. В среду начинается визит Игоря Дадона в Бишкек. Там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На ваш взгляд, удастся переломить таким сегодня движением в сторону восточных партнеров, переломить экономическую стагнацию в Молдове? В принципе, ни для кого не секрет, что сегодня экономика страны это, ну, не знаю, дно достигает дна, во всяком случае. Но благодаря определенным усилиям есть какая-то надежда о том, что восточные рынки открываются, значит, и местному производителю станет легче жить. Потому что, смотрите, экономическое соглашение с ЕС было подписано, обещания даны достаточно большие, но на полках французских, немецких, испанских супермаркетов молдавские товары не занимают массового присутствия. И, соответственно, это отражается и на приходе валюты в государство, на экономическом уровне самих производителей. Соответственно, мы наблюдаем, что застой. Вот сегодня такое обращение взгляда на новый союз, который формируется на Востоке, как восприятие его как одной из дверей на определенные рынки, мощные рынки, которые готовы поглотить в любом объеме продукцию. Эти рынки мечта и для европейцев, не только для нас. насколько все вот эти шаги, на ваш взгляд, понятно, что они продиктованы заботой о собственном государстве, насколько они могут повлиять, реально оказать решающее значение для сегодняшней экономики Молдова? Меня очень удивила такая неадекватная реакция правительства и некоторых представителей. Я не вижу в чем минус для молдавских производителей, что есть дополнительные возможности, которые открываются. Я именно такую неадекватную оценку, что не имел права, что это просто бумажка, что не несет юридических последствий. Я еще раз цитирую некоторых представителей. А в чем минус? В чем минус того, что Додон посредством этих документов дополнительно позволяет нашим производителям экспортировать на этот рынок. И опять же Додон не может на себя полностью брать ответственность. Это зависит от производителей. Производите, можете, вот есть дополнительная возможность. Пользуйтесь. Нет, никто же не заставляет. Мы же не в государственном ручном управлении экономики. Но, повторюсь, я не совсем понимаю какое-то беспочвенное создание проблем из ничего со стороны правительства. Они дошли до того, что говорят, что это чуть ли не противоречит нашим интересам. А в чем? В чем проблема, если мы будем иметь возможность экспортировать на эти рынки? Я не вижу никакого минуса. Если вы за все эти года односторонне нагнули эту лодку в одну сторону и называете панацеей от всех бед этот договор об ассоциации, результаты, к сожалению, покажите, опять, как в том примере, покажите цифры. Мы подписали в 2014 году, а к 2017 году у нас экспорт, смотрите, зашкаливает туда, туда, и надо еще больше не успеваем производить, и хотим добавить еще мощностей, а в это время президент мешает и перенаправляет. Ну, я в шутку, конечно, говорю, но если создается дополнительная возможность, я реально не вижу минуса. Так, чтобы это все не выглядело и прямо слишком розовым или радужным, это ясно, что, еще раз подчеркиваю, такие документы не являются залогом автоматического роста экспорта куда-то. Это зависит, еще раз, от производителей. То, что Додон старается каким-то образом балансировать и компенсировать потерю российского рынка и дополнительно, может быть, создать какие-то возможности на здоровье, наоборот, мне кажется, что правительство должно было это поддерживать. Но это к нашему разговору о борьбе между политическими силами. Это уже ясно, что из этой области плюс еще и векторность, то, что власть сегодня зависит от финансового влияния со стороны Запада. Это все понимают. И ясно, что Евросоюз постоянно очень волнуется, хотя их волнение мне тоже непонятно. Почему вы настаиваете на том, что только-только... Я понимаю, если, опять же, вы бы посчитали, что Евросоюз серьезный экономист, и знали они прекрасно, чем обернется для нас договор об ассоциации. Отлично они знали. И они следят, чтобы, не дай бог, здесь не свернуть намеченного пути. это понятны. Смотрите, в самом евразийском экономическом сообществе есть такой пример, как Армения, которая, став сначала членом ЕАЭС, подписала соглашение с ЕС. Ну да. При этом никто, я не слышал, нигде не встречал какой-либо критики на, так сказать, стран-партнеров по евразийскому экономическому сообществу этого шага. Кто осуждал бы, например, Армению за то, что они подписали еще и соглашение с ЕС. Возможно, оно такое объемное, как то, которое было подписано премьер-министром Молдовы Юрием Лянко. Может быть, там меньше страниц и более конкретные какие-то вещи вписанные. Нам же надо больше страниц, чтобы текста было побольше, которые никто не читает. Чтобы читать не хотелось. Как операции, чтобы никто не догадался. Вот именно. Здесь, в данном случае, смотрите, в недрах ЕС рождается прецедент, когда страна, член евразийского экономического сообщества становится, так сказать, членом, не знаю, в программу ассоциации с ЕС. И в этом есть некий комфорт для той же Армении. Я минусов не вижу никаких. И сами власти стали заложником этой истерики, которую они устроили, и культа, которую они устроили из названия ЕС. Они же мы все прекрасно сегодня понимаем. И тогда было понятно. Сегодня уже все поняли, что они использовали этот миф и фанатизм определенной части молдавского населения, не самого разумного, надо признать, который замещает работу по развитию собственной экономики словами ЕС. Не надо работать. Главное говорить ЕС. И они все дадут, как они считают. А они за эти гранты, значит, будут говорить, какой плохой Путин, и что танки скоро приедут, а поэтому не надо работать. Да, насколько ни говори, халваты. Совершенно верно. И все, чего мы добились за все эти года, как мы видим, это полная дискредитация идеи отношений с ЕС, что тоже является проблемой. Потому что в Молдавии в нормальном режиме это абсолютно нормально, что мы не только должны сотрудничать с ЕС, мы должны делать все, чтобы развивать экономические отношения, где это возможно. Но в чем разница между этим и тем, что они натворили? Там, где нам интересно с точки зрения экономики развивать, помогать и так далее. Не ограничивать себя. Зачем терять российский рынок ради эфемерного, большого, я так смеялся на эти аргументы, рынок Евросоюза 500 миллионов. Что это за фраза? А рынок Китая 1 миллиарда. И что это дает? А зачем? Нет, зачем вы говорите эту фразу? Ну и что, что там 500 миллионов? Или рынок США, или рынок Бразилии. Как это отвечает на вопрос развития нашей экономики. Вы получаете допуск. А кто нам запрещает? Они говорят, вы получаете допуск на рынок ЕС. А что нам запрещают? Рынок Бразилии или Аргентины? Победа пиар-технологов над технократами. Над разумом. Над разумом. Над разумом. Потому что то, как мы, не мы, а некоторые товарищи поступили, они, может быть, выиграли временное прикрытие в политическом смысле, но они разрушают основы государства. Потому что эти депутаты сегодняшние, я понимаю, что каждый думает сам о себе и о сегодняшнем дне. Но неужели вы не понимаете, что рано или поздно, если вы истребляете то, что является экономическим фундаментом, потому что государственные учреждения не функционируют, это все понимают. Оставился экономический фундамент, это те бизнесмены, те люди, которые занимаются своим делом. Но если вы их уничтожаете этими законами и той формулой, которую вы делаете, к чему вы придете, для кого вы будете писать завтра законы? Сами для себя уже. Молдавский народ в массе своей показывает, как он голосует, ногами, поиском в другой стране и так далее. Это все уже прекрасно понимают. И это как минимум недальновидно даже с точки зрения их эгоистичных интересов. Они все сравнительно молодые люди, по 40, по 50 лет. Или они себе уже все нарисовали какие-то острова, где будут жить. Может быть. Но так, как сегодня руководят эти депутаты и каким образом принимаются законы без никакой концепции, от них можно услышать только одно. Будем дальше продолжать интеграцию, что-то там. В одной из прибалтийских стран, которые называют молодыми членами ЕС, существует такая шутка, что в аэропорту висит табличка «Последний, кто будет улетать, не забудьте выключить свет». Но у нас, скорее всего, где-то, наверное, тоже должно быть. Свет тоже должен быть при этом, чтобы его выключать. Но, как это не смешно, мы шутим очень часто, но главное, что меня беспокоит, что я еще раз повторюсь, бывает временный труд, но все они всегда были, есть и будут, но всегда есть какое-то понимание, куда это двигается. Вот сегодня, не знаю, может быть вы, может быть, хотя мы часто общаемся, я не вижу ни одного человека, который может сказать, куда они направляют этот корабль. Ну куда? Вот вы строите через посредством вот это, но вы хотите вот это, но не идет речь о вступлении Молдавии в Евросоюз. И они это прекрасно понимают. Вы не делаете ничего из того, что соотносится с духом европейских конвенций, взглядов, ничего. Вы не руководите страной, как это принято в Европе. Вы руководите страной в ручном режиме, как это выгодно власти. Это все понимают прекрасно. Но это и там частично, но все-таки там принимают риски голосования раз в 4 года и принцип сменяемости власти там работает. Вы этого признавать не хотите. Значит, законы, которые вы принимаете, постоянно создают конфликты в самой стране. И понижение статуса русского языка, и как вы там с этим Приднестровьем решаете, с Гагаузи, и по отношению к России что происходит, с румынами, с НАТО, вот все это в перемешку, невозможно понять ни одну позицию. Вот четкая линия поведения во внешней политике, во внутренней, с экономической точки, какая экономическая политика нашей страны, кого государство поддерживает и как. Сельхозпроизводители, так вот, в следующем году у нас такая сумма на субвенции. А так как, например, у румын, у наших соседей, вот такие субвенции, то мы объясняем, чем мы будем компенсировать. Я что, говорю, что это очень сложно, это, ну не знаю, первый курс. Но вместо этого мы слышим какую-то белиберду, какое-то, есть такое понятие, отвлечение на негодный объект. Вот они отвлекают куда угодно, но только не об экономике, не только о том, что реально интересует. Ну, хорошо, это примитивно, им кажется, что это действует, но вы не можете бегать от случая к случаю, от выборов к выборам. Рано или поздно это все рухнет. Я имею в виду не страну, а вот то, что вы создаете. Как они себе это представляют, я вот, это главная для меня загадка. Ну, будем ждать. Время, возможно, подкинет нам ответы на эти вопросы. И вот буквально в день нашей встречи в прессе появилось сообщение. Это уже немножко, так сказать, выходит за пределы, за границы нашей страны. Выводим наш разговор о сообщении или вот информации такого рода. Компромисс между Западом и Россией по Крыму может привести к отказу Кремля от поддержки сирийского лидера Башара Асада и так далее. Снимет проблему Украины. Мнение, которое было высказано после встречи с президентом США иорданским королем Абдалла II. И здесь он говорит, что если США и Россия не договорятся по Крыму, то тогда наступит черед Молдовы. То есть настолько мы заметны на геополитическом поле, на геополитическом даже король Иордании она заметила. Да, знает, что есть такая страна. Не только знает, что есть, знает, что здесь полыхнет. Как можно понять из его слов. То есть тут сигнал нам... Ну, мы только в этой студии уже не знаю, сколько лет говорим о том, что одним из элементов, ключевых элементов безопасности нашей страны это твердая приверженность принципу нейтралитета, который нарушается очень много лет. В силу, еще раз повторюсь, политических дивидендов. Никто сегодня, наверное, не будет опровергать, что мы не являемся нейтральными ни в своей внешней политике, ни в решения, которые принимаются. Еще раз напомню, много раз говорили, сотни раз, в том числе здесь, что нейтралитет это не военное понятие, это военно-политическое понятие, то, что означает, что и во внешней, и во внутренней политике, не говоря уже о военной составляющей, Молдавия не принимает ничью из сторон противоборствующих на военном, политическом, экономическом уровне. Есть противостояние США-России? Есть, это все знают. Экономическое, политическое, военное, оно есть, оно существует. Мы можем сказать, что мы не принимаем ничью сторон? Конечно же нет. Принимаем еще как. То есть нарушен нейтралитет. Ну, так как людей интересует, как заплатить в конце месяца, хотя бы за отопление, как выжить, то вопросы нейтралитета очень далеки от приоритетных, хотя это имеет прямое отношение к безопасности. Мы видим, что США уделяет много внимания нашим румынским соседям. Это их суверенное право, как США, так и Румынии. Укреплять военные базы. Румыния является членом НАТО. Тут мы ничего не можем сказать на эту тему. Это реально суверенное право. Но мы не можем не отмечать, что происходит. Реальные укрепления, там, военные составляющие, там есть новые самолеты, самые современные, пусть немного, но есть. Там происходят постоянно военные учения на современной технике. Сейчас можно заметить опять поставки каких-то танков. Мы не знаем, они поставлены Румынии на постоянной основе или только для каких-то учений. Не берусь судить. Но мы имеем ситуацию с Украиной и мы имеем ситуацию с НАТО, танки, учения. Я догадываюсь, что учения будут в Румынии проходить не в сторону Венгрии или Болгарии, которые являются членами НАТО. В какую сторону они будут направлены? В сторону нейтральной Молдавии? А что с нами тут воевать? Какими танками и самолетами? Тогда в сторону кого? Здесь есть вопрос в Приднестровье, где находятся российские миротворцы. По нашему приглашению. Я не берусь судить сегодня, как могут развиваться события, чтобы это не выглядело уж прямо апокалиптически. Но и те, кто из нас смотрит, просто могут взять лист бумаги и даже не будучи военными экспертами подумать, если с двух сторон, я говорю о Румынии и Украине, идет наращивание военного потенциала, а для этого вы просто должны почитать кое-что из прессы в этих странах, не надо молдавского, то можете задать себе вопросом, а для чего? Вот рано или полночь? Это, во-первых, стоит денег, и немалых. Во-вторых, с какой-то целью. Да, действительно, зачем они вкладывают такие огромные средства? И хочу напомнить в шутку, что нас на протяжении нескольких лет под видом туристов посещают американские генералы по 10-11. Ну, они говорят, что мы просто туристы. Нечего больше делать американским генералам, и адмиралам, чем приезжать к нам с туристическими целями. Строят нам садики детские, правда, но ремонтируют, вернее, не строят. И это все нельзя не замечать, особенно на фоне того, что, несмотря на многие ожидания, сегодня градус игры геополитической, в том числе в военной сфере между США и Россией, он повышается и будет повышаться. Потому что не стоит воспринимать то, о чем мы с вами говорим, или происходящее в Сирии как отдельные элементы. Происходит полномасштабная геополитическая игра. Потому что идет наращивание НАТО, это их суверенное право, еще раз подчеркиваю, но это нельзя не отмечать, наращивание НАТО в прибалтийских странах. Мы знаем ситуацию в Украине, мы только что говорили про Румынию. Дальше у нас идет ситуация с Турцией, Сирией, Кавказ. Нужно ожидать новости, к сожалению, так говорю, но из Нагорного Карабаха. Возможно, будут сейчас обсуждаются санкции против России очень серьезного характера на этот раз, касающийся непосредственно нефтяных и газовых интересов России. То есть, если эти санкции будут приняты Сенатом США, то я не знаю, насколько ощутимо это будет для России, но это в любом случае акт недружественный. То есть, это ужесточение санкций. На всем этом фоне ожидаем визит Ангела Меркель буквально через пару недель в Москву. Это будет очень серьезный визит. Я очень много от него ожидаю. Вот вся эта игра и Молдавия в этом смысле. Чтобы это все имело смысл. Я не берусь судить, будут только пальцем пробовать воду или начнут тыкать иголками. Вот сегодня, пусть я почему-то сказал, пусть возьмут лист бумаги и начать. Есть вариант А, когда просто пробуют, вот откроют центр НАТО. Кстати, для наших телезрителей сейчас происходит и в том числе усиление позиций НАТО в Бухаресте. Сейчас на днях открывается масштабнейший контрразведывательный центр НАТО именно в Бухаресте. Еще раз вопрос, против кого в Бухаресте? Против венгров? Или против болгар? Вот в Бухаресте. Вот из Бухареста открывается масштабнейший серьезный центр контрразведки НАТО. Против кого? Ну, на всякий случай. Да. И я понимаю, что там есть военные американские базы, но у них до сих пор было контрразведывательное обеспечение военное, а НАТО это уже из другой области. Но не будем в такие детали входить, нам нужна отдельная передача. Но я говорю о том, что это общая ситуация, которую мы рисуем, и я нисколько не сгущаю краски, считаю, что очень скромно. Можно и покруче сказать с несколькими предсказаниями. Каждый, пусть из наших телезрителей подумает, вот это наращивание, оно с какой целью? Раз. Какая должна быть реакция России на это? Два. И три. А какие варианты развития? Возвращаюсь. Можно трогать воду пальцем, как сейчас. А можно уже и колоть иголочками. А вот тут никто не может сказать, потому что инцидент, произошедший недавно в Сирии, вот он закончился, как закончился. Но это означает, что не будет продолжения. Более того, я уверен, что будет продолжение. И ясно, что Россия не будет отмалчиваться. И мы все входим в зону такой серьезней турбулентности. поведение, которое мы все ожидали, ну, тут уже на любителя, конечно, но Трамп в определенном смысле слова, если брать какие-то его внешнеполитические шаги, уже можно делать какой-то профиль его, да, то есть, с Меркель, там, руку отказался ей пожимать публично. Инцидент с Сирией, помимо акта по отношению к России, произошел во время ужина с китайским лидером, это тоже в дипломатии не самое лучшее, послал, значит, кораблик поближе к Северной Корее, это дело опять суверенное, США и всего этого вопроса, но тоже не добавляет спокойствия в мире, потому что и Китай, и Россия сразу, мгновенно, это напряжение в том регионе, и, то есть, я говорю о том, что эти внешнеполитические шаги, они не добавляют какой-то расслабленности, что все идет к успокоению, наоборот, поэтому сценарий при развитии событий так поближе, чтобы к нам, он далек от оптимистичного, и в это время нужно очень внимательное поведение, очень корректное и исключительно в своих интересах. Вот в этом контексте, вот офис НАТО в Кишиневе, в какую роль мог сыграть? Вот это в той же конве, о которой мы говорим, пробует воду пальцем, да, потому что офис НАТО в Кишиневе, не, нет, это не принимайте в расчет, там вообще военных не будет, там только гражданские, ну это не берите в расчет, они будут газеты читать, ну да, так понемногу, на что на это, но опять, а что вы ждете, что будет в ответ со стороны России? Они должны открывать здесь офис ОДКБ, тоже так, без военных, да, они могут между собой, то, о чем мы много лет говорили, там помимо нейтрального нашего статуса, да могут они, и будет всю жизнь это противостояние, но как бы сделать так, чтобы мы же должны в своих интересах, как сделать, давайте вы, ребят, будете соревноваться на других площадках, вот вы никаких стрелок, я сейчас не заговорю, где, но давайте без нас, вот для этого же принималась когда-то доктрина нейтралитета, людьми, которые понимали, что не можем мы быть в безопасности, принимая ту, или нас просто разорвут, я не думаю, что те, кто из нас смотрят, или те, кто принимают такие решения, готовы отправлять своих детей в качестве пушечного мяса, не важно, в какую сторону, вот я убежден, что нет, тогда зачем приводить к этой ситуации, чтобы вас еще поддержали какими-то грантами, или временно было политическое прикрытие, но вы рискуете не вашими политическими карьерами, а жизнями миллионов людей, кто-то когда-нибудь подумал о том, вот это же произошло в нашем непосредственном, у наших соседей, это и сейчас происходит, кто-то себе представляет такое в Молдавии, что будет реально, то есть куда убегать, или кто такой у нас вояка, кто собирается брать автомат и с кем-то воевать, это же смешно, но зачем тогда доводить эту игру геополитическую уже до таких разговоров, а разговоры есть, потому что это картина, которую мы нарисовали, она реальна, мы что-то сюда придумали? Да, вот в этой связи, или вот в этом, так сказать, фоне, мне кажется, интересный параллель с движущимся автомобилем, ты больше защищен, если ты используешь все системы безопасности, в данном случае ремень безопасности, если ты пристегнут, то в какой бы момент вдруг не изменились бы условия дорожного движения, это шанс на определенную страховку собственной жизни, а есть ли такое ремень безопасности в сегодняшней Молдове, вопрос, мне кажется, открытый, потому что его практически не наблюдается, либо какой-то механизм, который существовал бы или работал бы в режиме ремня безопасности. Если исходить из вашего примера, во-первых, Молдова нуждается в водителе, который, во-первых, ведет эту машину, во-вторых, нуждается в четком понимании куда, то, о чем мы говорим с начала передачи. А куда? Потому что пока что это хаос и раздрай, и мне больше напоминает, не в обиду будет сказано, анекдот про трех наркоманов, которые спрашивают друг у друга, а кто у руля? А что, не ты разве у руля? Потому что так выглядит этот автомобиль. Неизвестно, кто у руля, неизвестно, куда двигается, неизвестно, на основе чего, что там в бензобаке, потому что спрашивают, это дизель или бензин, а что ты там налил? А никто и не наливал. И самое опасное, что скатывается без тормозов. Я сейчас импровизирую, исходя из вашего примера, но это примерно так и выглядит. Без тормозов, вниз, без водителей, но ремень тут не спасет. Да, понимаю. Ну, а под занавес, уже, так сказать, чтобы исчерпать список вопросов, которые подготовил на канале нашей встречи, планируется в мае месяц, в начале мая, визит турецкого президента Эрдогана в Кишинев. Вот какие ожидания следует испытывать в преддверии этого визита? Возможно ли какие-то подвижки в экономике, в расширении политических связей? Чем он может оказаться, этот визит для Молдова? Турция мощнейший, конечно, игрок в нашем регионе, один из даже мировых игроков, я бы его назвал, и визит президента этого государства при всем том, что Турция проходит сейчас, и лично лидер, тоже проходит через такую турбулентную часть своей истории, что мало никому не кажется. И мне, в принципе, интересно, что он находит время в этот период для того, чтобы нас посетить. Хочу сказать, что потенциал развития отношений с этой страной у нас огромен. И помогают они нам, конечно, не так, как эфемерная помощь, там, гранты какие-то, или что мы привыкли слышать, миллиарды какие-то, да, на словах, там, миллиарды, помощь, гранты, что-то, которые совершенно невозможно понять, где они и как. Но с этой страной мы, конечно же, можем и должны развивать не только политические, а самое главное, экономические отношения. Но для этого нужно очень здорово подготовиться, потому что все, кто нас смотрит, понимают масштаб этой страны. И мы там поставлять им мало что можем. Хотя, теоретически, это возможно. У них есть все. Но для этого и существуют профильные министерства, которые обязаны просто подумать о возможностях. Я молчу про, да, у них есть свои вина и так далее, но я молчу про туристическую сеть Турции, все эти гостиницы, эти миллионы туристов. И там на самом деле может быть молдавское вино. Но этим надо заниматься. И не отдельно там та или иная компания, им это будет не под силу. Мы понимаем, какие масштабы интересов. Это государственная программа. Государственная должна быть поддержка. То есть одно из направлений. Мы можем с Турцией говорить о, например, строительстве дорог. Но есть такое спекулятивное, что они якобы уделяют все-таки в силу исторических вещей. Они на самом деле очень сильно помогают Гагаузии, но мы можем больше, как говорится. Я бы, например, поставил во время этого акцента, во время этого визита тоже акцент на то, чтобы пусть больше внимания вот уделить, пусть скромно, пусть 5, пусть 10 километров, но вместе с их помощью построить какую-то инфраструктуру в Гагаузии. Причем конкретно. Школу какую-то с изучением турецкого языка, дороги. То есть есть о чем разговаривать реально. Это не мнимые какие-то такие протокольные, которые иногда бывают, они нужны, безусловно, но которые мы понимаем, что это больше какая-то перспектива. С Турцией есть о чем говорить, но это будет зависеть от степени подготовки. Это мощнейший лидер, но до мая будет происходить еще очень много внешнеполитических событий, хотя, казалось бы, немного времени осталось, и я думаю, что до этого визита еще много чего может произойти, которое мы будем обсуждать. Я имею в виду, касающиеся интересов нашего региона в области безопасности. Валерий, спасибо вам за этот разговор. Думаю, зрителям было крайне интересно. И будем неоднократно возвращаться к этим беседам и встречим с вами. Спасибо вам. Все доброе. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерия Сталиб. Следите за эфиром, и будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!